Потом, значит, он плавно трансформировался, и теперь он, значит, один из основных черносотенных вот таких мракобесных у нас историков, да, вместе вот с этими бременскими музыкальтами, которых из Реси выгнали там вот Решетников, Мульта Тули, Смолин и компания. Вот они создали сейчас целое общество. Проблема в чем? Что у них организация. У них есть несколько структур, которые непонятно для меня финансируются. Ну, очевидно, что там крыша, некий олигарх. Вот в каждой из этих структур есть некий олигарх, и, очевидно, он дает деньги. А, то есть, есть какая-то классовая подоплека здесь? Здесь есть классная. Но тут вопрос, который мучает. А олигарх, он свои деньги дает, и ему за это от государства, партии, правительства никаких преференций не выставляет? То есть, здесь чисто идет классовый подход, тут олигархи... Ну, государство тоже в известной степени олигархам принадлежит, так что здесь рука, рука моет. Вот, ну, самый яркий такой пример, это вот этот у нас, который в Донбассе был, на букву Меза, Малафей, да? Малафей, он, значит, вроде бы идейный монархист, а он с детских лет там стал монархистом, еще во времена перестройки и так далее. Жутко православный. Ну, даже, честно говоря, когда у него брали интервью на царь, было видно, что ведущий неудобно разговаривать по поводу того, как он деньги-то, собственно говоря, зарабатывает. Слово «рейдер» там, конечно, не прозвучало, но как-то вот это все было очень деликатно. И тут возникает вопрос, почему у нас, чем олигарх православнее, тем у него больше в статье Википедии главка, называющаяся судебные процессы, иски и преследования.